Здравствуйте! В эфире суббония информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев. Реализация национального проекта «Безопасные дороги». Эту тему обсудили в Общественной Палате Республики с участием специалистов Автодора, представителями естества строительства и ЖКХ Республики и сотрудниками ГИБДД. Подробности у Алия Баташева. Конечно, у нас на уровне федеральных дорог, на уровне республикальных дорог, ну, прямо, можно сказать, хорошо, если даже не больше. А вот на уровне местных дорог, о чем мы сегодня сделаем акцент именно в эту сторону, муниципальные, сельские, местные дороги, наши дороги, там значительно хуже дела. Контроль за реализацией национальных проектов – одна из важных задач Общественной Палаты Республики. Высокое качество дорог – это не только комфортабельность передвижения на автотранспорте, но и максимальная безопасность участников дорожного движения. Участники обсудили, что предстоит сделать в рамках проекта уже к 2024 году. В частности, отмечается тенденция к увеличению доли автомобильных дорог регионального значения до 50%, что составит около 124 километров. Уменьшение аварийно-опасных участков на дорожной сети в два раза, а количество стационарных камер возрастет с 70 до 140 единиц. Установка двух автоматических пунктов весогабаритного контроля, транспортных средств на автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Следует признать, что реализации данного национального проекта на территории Республики с первых дней его утверждения правительство Республики уделяет самое серьезное внимание. Нельзя не отметить значительную работу Министерства строительства и ЖКХ по решению всех вопросов национального проекта. В результате такой слаженной работы все запланированные задания трех лет по национальному проекту в Республике успешно выполнены. Представители городов и районов Республики в своих докладах подробно говорили о том, какая работа проводится в муниципалитетах для реализации нацпроекта. Вопросы реализации, хода и реализации национальных проектов являются приоритетными для общественной палаты в первую очередь. Исходя даже из последних поручений президента страны, где он четко и ясно поставил задачу перед общественными палатами, субъектов Российской Федерации, так же как и перед депутатским корпусом, усилить работу, активизировать, качественно улучшить работу за ходом и реализацией национальных проектов. Количество дорожно-транспортных происшествий в Республике уменьшилось на 10%. Погибших и пострадавших в авариях стало меньше на 20%, отмечали участники Круглого стола. Проект «Качество и безопасность автомобильных дорог в Карачаево-Черкесии» будет действовать до 2030 года. По итогам мероприятия была принята резолюция, содержащая предложения органам власти Республики по эффективной реализации нацпроекта «Безопасность автомобильных дорог». Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесии. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» На базе археологического музея КЧГУ имени Умара Лева прошел круглый стол «Археология в КЧР. Состояние и перспективы развития», где были представлены научный журнал «Материалы исследований по археологии Северного Кавказа» и сборник «Умаринское городище. Итоги междисциплинарных исследований». Также на мероприятии обсудили вопросы развития археологии в Республике. На мероприятии принял участие и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Нам сегодня очень важно уделять внимание развитию такой увлекательной отрасли науки, как археология. И наша задача оказывать свою поддержку, отметил, открывая работу круглого стола, ректор КЧГУ Таусултан Узденов. Также он презентовал приоритетный проект ВУЗа по археологии, который представляет из себя комплексное исследование памятников археологии Карачаева Черкесии и разработку различных курсов высшего и дополнительного образования в области археологии. «Идея такая, чтобы археология была заявлена в стенах нашего университета как приоритетная, как страт-проект, в различных ипостасиях своих, насколько мы сможем наши ресурсы позволят. И, конечно же, благодаря поддержке тех людей, которые здесь собрались, друзей нашего университета. Я думаю, что такой синергетический, преобразующий, аккумулирующий эффект мы можем создать в стенах нашего университета». Поприветствовал всех участников круглого стола и мэр Карачаевска Альберт Доттаев. Он пожелал успехов в работе ВУЗа и подарил археологическому музею КЧГУ уникальные археологические находки раннего средневековья. В свою очередь директор Карачаево-Черкесского государственного историко-культурного и природного музея Хаджимуран Элькаров отметил важность проведения таких мероприятий для популяризации науки. «Самое главное в археологии – это, наверное, доказать истину. То есть не только доказать, а не скрыть ее. Потому что мы много слышим и знаем, видим, как зачастую привлекательные какие-то чьи-то истории великих давно ушедших цивилизаций пытаются налево и направо поделить, распространить между собой. Но это ни к чему хорошему в дальнейшем не приведет. Это однозначно». Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра этнографических и археологических исследований КЧГУ Евгений Нарожный в ходе работы круглого стола презентовал 19-й номер журнала «Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа», главным учредителем которого является университет. Данный журнал – своеобразная площадка для научного обсуждения проблем археологии и сохранения исторической памяти ученых-предшественников. «Здесь актуальные проблемы современной археологии. Во-первых, здесь, скажем так, содружество ученых, кто занимается в бюджетных учреждениях, в том числе и в частных, скажем так. И они публикуют те материалы, которые раскопали в последнее время. И это показывает и уровень достижения, показывает, ну, скажем, что мы достигли, чего еще можем достичь. А вот привлечение иностранных авторов, которые по своему усмотрению, они сами выбирают себе тему и пытаются сравнить с Северным Кавказом. Это очень важно». Один из важных исследовательских трудов по археологии стал сборник «Хумаринское городище. Итоги междисциплинарных исследований». Ответственный редактор издания, директор Центра этнографических и археологических исследований Качагу Умар Качкара подчеркнул, что данный труд – результат многолетней работы по изучению одного из ярких исторических памятников Карачаева Черкесии – «Хумаринское городище». «Самые интересные находки, которые были вот за это время найдены, о чем вот так можно сказать, на территории городища была найдена Касторезная мастерская, которая на сегодняшний день является единственной на всей территории Хазарского комбината. Территорию Хазарского комбината вы представляете. Грубо говоря, от Каспия до Черного моря, ну, еще и часть Крыма, часть Восточной и Южной Украины. Все это огромная территория, которая когда-то подпадала под власть Хазар. Вот на всей этой территории единственная мастерская Касторезная на сегодняшний день обнаружена на Хумаринском городище». Участники могли ознакомиться с уникальными экспонатами, найденными во время раскопок при участии ученых университета. Важно отметить, что ВУЗ намерен открыть магистратуру по археологии, создать карту археологических памятников республики и развивать музейное дело. Алихан Ипшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Новая постановка пьесы «По следам Махаджира» была представлена Государственным республиканским абазинским драматическим театром в Доме культуры Аула Псыш. Эта драма создана по знаменитому роману Бимирзут Хайцукова «Горь с земли». Альбина Ламкова продолжит тему. Произведение «Горь с земли» очень трогательное во всех смыслах. С этой драмы, созданной по знаменитому роману Бимирзут Хайцукова, началась творческая история театра. Именно ее взяли для постановки первого спектакля, с которым труппа вышла к зрителю 20 лет назад. На этот раз актеры вновь вернулись к произведению, чтобы поставить его по-иному. Режиссер Эльдар Агачев подошел к этой задаче со свойственным ему стремлением к новизне, склонностью к символизму, делая акценты на световое и музыкальное оформление. Спектакль представлен новыми современными декорациями хореографии. Каждая сцена до мелочи продумана не только игрой, но и великолепными костюмами. Все это ярко символизировало события и ощущения трагедии, через которые пришлось пройти людям. Я думаю, что данный роман «Курс земли» известен каждому Абазину. И каждый Абазин, наверное, считает это самым главным произведением в абазинской литературе. Благодаря финансовой поддержке фонда Алашары мы смогли пошить все костюмы и изготовить новые декорации. И хочется выразить в лице Эксекова Мусы Хабалевича огромную благодарность. Подготовка к спектаклю началась с августа, и актеры с поставленной задачей справились. Игра каждого из них была на высоком уровне с глубоким пониманием пережитого людского горя. Прекрасную осият главную героиню спектакля сыграла Радха Кунижева. Спектакль непростой, спектакль сложный, там много эмоций, много переживаний. Немножко, конечно, побаиваюсь, справлюсь ли я с ролью. Надеюсь, что справлюсь и донесу всю суть спектакля, всю суть роли моей до зрителя. Новизной была и появившаяся турецкая речь, которая придала постановке дополнительный колорит. Неизменным в сюжете пьесы остались вечные ценности. Безмерная любовь к своей земле, к своему народу, построенных на отношениях между мужем и женой, детьми и родителями. Красной линией в сюжете проходят истории, связанные с мужественностью, гордостью и героизмом. На протяжении всей драмы зритель находился в напряжении. Волнительные эмоции и чувства сопереживания игры актёров никого не оставили равнодушными из присутствующих в зале. Спектакль очень сильно понравился. Спасибо Абазинскому театру. Очень интересно, очень трогательно. Альбина Ламкова-Лебастанов, Анжела Аджибекова, Вести, Корчаево-Черкесия, Абазинский район. В Черкесске продолжает работу белорусская ярмарка мужской и женской обуви и верхней одежды. В Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8, представлены новые весенние и зимние модели, которые украсят гардероб покупателей. Порадует ассортимент, цена и качество моделей. Подробнее расскажет Харчаев Иджиев. Белорусские товары всегда славились своим качеством и надежностью, и это неспроста. Ведь все сделано на совесть. На ярмарке представлен большой ассортимент женской и мужской весенней и зимней коллекции пуховиков-плащей на любой вкус, которые защитят от дождя, ветра и мороза. Также есть куртки из натуральной кожи с мутоном. Это ценные овщины особой выработки, отличающиеся повышенной мягкостью и блеском. Наличие и все размеры от 46-го до 74-го. Куртки зимние, демисезонные зимние, куртки из натуральной кожи, стальные нержавеющие замки очень долго служат. Также внутри мех натуральный овчинный мутон. Модели представлены как прямого крови, так и пилот. На ярмарке представлен большой ассортимент мужской, женской, фабричной белорусской обуви. Есть и специальная ортопедическая для проблемных ног. Туфли, макосины, сапоги и полусапожки всех размеров и цветов из качественной прессованной кожи пополнят ваш гардероб. А водостойкая подошва защитит ваши ноги от влаги в дождливую погоду и не позволит скользить по льду. Купила ботиночки, очень удобные, мягкие. А сегодня мы купили курточку тоже прекрасного цвета, сидит отлично. Спасибо, что приезжаете сюда за ваше внимание. Сегодня я посетил магазин «Белорусские товары». Очень мне понравилось. Приобрел я себе ботинки, ну в общем качественные. По цене тоже неплохо. Так что всем рекомендую. Всем покупателям предоставляется скидка до 70%, а также приятный бонус для пенсионеров и дополнительная скидка. Белорусская ярмарка будет работать до 20 февраля включительно с 10 утра до 7 вечера. Качество и комфорт ждут вас. Карча Биджиев, Роберт Джагутанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск «Гвестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»